Электролит Тема сегодня будет Что такое электролит И при чем здесь дача Посмотрите, бутылочка электролита Вот хватит на всю оставшуюся жизнь для сада Это готовый электролит Очень важна плотность в данном случае Я расскажу, зачем он нужен Я хочу сказать, какой он должен быть Значит, плотность 1,21 1,22 Максимум 1,28 Вот этот 1,28 Другого я в магазине не нашла, к сожалению Для чего он вообще нужен на даче? Скажете вы Это же кислота Совершенно правильно Это для кислотных аккумуляторов Но огородники Они пользуются же не только тем Что воспроизводят там наши заводы Химических удобрений А и тем, что действительно Очень полезно и важно для растений Это уже давно происходит Смотрела программу, где товарищ В очень пожилом возрасте выращивает голубику Американку И его голубика плодоносит замечательно А знаете, чем он их? Время от времени подбадривает Именно электролитом Это кислая среда, очень кислая А такие растения, как гортензия Азалия, рододендроны Это... или рододендроны Не знаю, как правильно Это примулы Это всевозможные любители кислого Даже ягода любит кислая Но не в такой степени, как гортензия Не дай вам бог Посыпать золой под гортензией И вы сразу увидите, какие у нее желтые Некрасивые листья Мы поступим иначе Значит, любительница кислого Получит кислое Но в каком объеме? Вот эта леечка Здесь всего 8 литров воды На 10 литров надо От 5 до 7 миллилитров Слышите меня? Ни стакан, ни 2 миллилитров И вот таким раствором Можно поливать один раз В 30-40 дней То есть дважды за лето Вот так Поддерживать кислотность У таких растений Это обязательно Иначе они развиваться Хорошо не будут Так, бутылочку открываем Вот что такое 5-7 миллилитров? Это примерно чайная ложечка Вот такой колпачок Вот так я и сделаю Посмотрите И я его полный не налью Только половинку Потому что у меня 8 литров Вот столько Более чем достаточно Отправляем в лейку Вот так вот Бутылку закрываем И храним в том месте Чтобы не было доступно Ни для детей Ни для взрослых Перемешаем раствор Этого достаточно Запоминаете, да? Сколько нужно Ну и поливаем, конечно же Под корень А не по листьям Этого делать нельзя Вот туда У меня плетеная стоит Такая корзиночка И я вот туда вниз К земле Опускаю леечку И проливаю Один раз мы это делаем Рано весной Второй раз делаем В конце лета Это середина августа Растению будет достаточно Страдать оно не будет Как подготовить почву Для посадки вересковых А что такое вересковые? Вы знаете? Это сам вереск Это красивейшее растение Которое растет Просто на каменистых скалах Причем еще и цветет К этому семейству вересковых Относятся Клюква Брусника Черника Голубика И вот эти все растения Тоже очень любят кислое Когда в одно время Появилось в магазинах Огромное количество И клюквы И брусники И голубики Американской Все сходили с ума А потом все начали Сходить с ума От того, что оно не растет Дорогие мои Прежде чем Купить такое растение И посадить его Вы должны помнить Надо подготовить почву Вы выкапываете лунку Но естественно на очень солнечном месте Потому что В условиях наших Его и так недостаточно И что вы делаете Она должна быть Допустим Для голубики Не столь глубока Сколь широка Вот если один кустик То вот такая луночка понадобится Но вот такой глубины Идете в лес Из-под сосны Нагребаете руками Граблями Неважно чем Сосновый опад То есть иголки старые Они очень кислые Вот в эту луночку Закладываете Перемешиваете с почвой Очень тщательно Вносите туда торф Обязательно Там земля должна быть Очень здоровая А торф кстати Оздоравливает землю И потом проливаете Вот таким составом Но концентрация Такая же Не надо туда Бухнуть эту бутылку На ведро Потому что потом У вас ничего не вырастет Это слишком кисло И только на следующий год Вы приедете С этим замечательным кустиком Американской голубики Либо там Других этих ягод И посадите его Вот тогда Это будет правильно сделано Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин